Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю монете РСФСР 1 рублю 1922 года. Параметры монеты. Диаметр 33,5 мм. Масса 20 грамм. Толщина 2,6 мм. Сплав серебро 900 пробы. Гурт монеты. Надпись чистого серебра 4 золотника 21 доля. В скобках АГ или ПЛ. Также имеется информация о существовании небольшого количества экземпляров с буквами ВС. Тираж монеты 1 миллион 500 тысяч экземпляров. Аверс монеты. В центре изображен герб РСФСР. Образца 1920 года. Под ним имеется картуш с надписью РСФСР. Герб отделен от верхней части монеты полукольцом из точек, начинающихся и заканчивающихся картушем. Вверху, слева и справа вдоль канта тянется надпись. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Реверс монеты. В центре в кольце из точек изображена пятиконечная звезда. Внутри, во вдавленном кольце указан номинал цифра 1. Под звездой год выпуска монеты 1922. Наверху под канта полукругом указано слово РУБЛЬ. В нижней боковых частях монеты имеется венок из лавровой слева и дубовой справа ветвей, связанных внизу бантом. Вдоль всего канта непрерывно тянется кольцо из точек. Лицевые оборотные стороны монеты имеют выступающий по окружности кант. Монета 1 рубль 1922 года имеет 11 разновидностей. Первая разновидность. Штемпель 1.1. На версии монеты точечный ободок состоит из мелких точек и заканчивается точкой. Запятая ближе к букве Н. Гуртовая надпись с инициалами митсмейстера АГ. Цена первой разновидности в состоянии Very Fine составляет 30 тысяч рублей. А в состоянии анциркулита цена составляет 52 тысячи рублей. Вторая разновидность. Штемпель 1.1. Монета специального чекана и она полностью повторяет первую разновидность. Поверхность монеты глянцевая в местах без рисунка. Коллекционное исполнение близкой к технике ПРУФ. Ограниченное количество монет было чеканено по улучшенной технологии и распространялось среди коллекционеров через советскую филателлистическую ассоциацию. Цена второй разновидности составляет 150 тысяч рублей. Третья разновидность. Штемпель 1.2. На версии монеты точечный ободок состоит из мелких точек и заканчивается полуточкой. Запятая ближе к букве Н. Гуртовая надпись с инициалами митсмейстера АГ. Цена третьей разновидности в состоянии Very Fine составляет 45 тысяч рублей. А в состоянии анциркулейта цена составляет 70 тысяч рублей. Четвертая разновидность. Штемпель 1.2. Монета специального чекана, и она полностью повторяет третью разновидность. Поверхность монеты глянцевая в местах без рисунка. Коллекционное исполнение близкое к технике ПРУФ. Ограниченное количество монет было чеканено по улучшенной технологии и распространялось среди коллекционеров через Советскую филателлистическую ассоциацию. Цена четвертой разновидности составляет 150 тысяч рублей. Пятая разновидность. Штемпель 1.1. На версии монеты точечный ободок состоит из мелких точек и заканчивается точкой, запятая ближе к букве Н. Гуртовая надпись с инициалами митсмейстера ПЛ. Цена пятой разновидности в состоянии Very Fine составляет 30 тысяч рублей. А в состоянии Ancirculate цена составляет 40 тысяч рублей. Шестая разновидность. Штемпель 1.1. Монета специального чекана, и она полностью повторяет пятую разновидность. Поверхность монеты глянцевая в местах без рисунка. Коллекционное исполнение близкое к технике ПРУФ. Ограниченное количество монет было чеканено по улучшенной технологии и распространялось среди коллекционеров через Советскую филателлистическую ассоциацию. Цена шестой разновидности составляет 150 тысяч рублей. Седьмая разновидность. Штемпель 1.2. На версии монеты точечный ободок состоит из мелких точек и заканчивается полуточкой, запятая ближе к букве Н. Гуртовая надпись с инициалами мецмейстера ПЛ. Цена седьмой разновидности в состоянии Very Fine составляет 30 тысяч 500 рублей. А в состоянии Ancirculate цена составляет 42 тысячи рублей. Восьмая разновидность. Штемпель 2. Запятая посередине между буквами Н и С. Точки крупные. Гуртовая надпись с инициалами мецмейстера ПЛ. Монета специального чекана. Поверхность монеты глянцевой в местах без рисунка. Коллекционное исполнение близкое к технике ПРУФ. Ограниченное количество монет было чеканено по улучшенной технологии и распространялось среди коллекционеров через Советскую филателлистическую ассоциацию. Цена восьмой разновидности составляет 150 тысяч рублей. Девятая разновидность. Гуртовая надпись с инициалами мецмейстера ВС. Монеты изготовлены из серебра. Цена девятой разновидности в состоянии Very Fine составляет 800 тысяч рублей. А в состоянии Ancirculate цена составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Десятая разновидность. Гуртовая надпись с инициалами мецмейстера ВС. Монеты изготовлены из меди. Цена десятой разновидности в состоянии Very Fine составляет 900 тысяч рублей. А в состоянии Ancirculate цена составляет 1 миллион 500 тысяч рублей. Одиннадцатая разновидность. Гуртовая надпись с инициалами мецмейстера ВС. Монеты изготовлены из белого металла. Цена одиннадцатой разновидности в состоянии Very Fine составляет 900 тысяч рублей. А в состоянии Ancirculate цена составляет 1 миллион 500 тысяч рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности. И она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если же у вас есть монета 1 рубль 1922 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. И какая именно у вас разновидность. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok